поступим мы каждый раз я процессе написанием я пытаюсь иногда экспериментировать и не один и тот же путь проходить создание картины как-то по-новому сейчас давай за что сделаем возьмем красненький и желтенький не густо с большим количеством разбавителя и сначала на белом холсте попробуем изобразить сразу вот так листики вся камера покажет сюжет крупным планом здесь мы сначала наберем все цветное а потом туда впишем фончик для того чтобы краска потом смотри такую хочу важную штучку сказать для того чтобы синий потом не сопротивлялся с желтым и красным ты как раз и разбавляешь его то есть она жиденькая если сделаешь густо потом мы проблематично будем вводить синьку она будет давать зеленый вместе желтым для этого вот так не густенько работаешь чуть-чуть отмечаешь дерево сейчас оба сразу два не стволы а вести только вот так отмечаешь то что будет желтеть земле здесь ты видишь немножечко есть все желтые пятна но жиденько еще расскажу очень сильно добавляешь краску это потом еще и в синьку подмешается и станет не так холодно вот о чем тут не сказала много синего ты сейчас будешь случайно цеплять посмотрим что случится дальше берем белила выдавишь себе еще ладно беленький гудро-маринчик можно даже чуть-чуть голубенькой для сложноты цвета и все что синие ты видишь ты выкрасываешь уже не без краски не сухо а плотненько существо вдавливая кисть не слишком слегка с касанием заходишь видишь там формируются такие плоскости своеобразные вот плоскость 1 тона одной формы вот плоскость другая пятнышко светлые оно же вот тут просвечивается еще здесь другой цветик больше бирюзовый там возьмем еще вот берем их и постараешься найти без особых точностей просто пятном тут посветлее найдешь просто берем больше добавить тыкаешь здесь и бирюзовеньким тут личника теперь когда у тебя появилась основная плоскость да ты можешь еще и зайти чуть дальше нам интересно чтобы деревья все таки перекрыли небо а вот ним кстати не выросло она так я забыл тебе про нем сказать она вот так набирается но ничего страшного главное чтобы ты по возможности не оставляла вот этих недоделок и пробелов холстов видишь ни к чему и теперь задача такая ты все все что можно усилить финиш даже вот тут какой момент у тебя еще подмешается желтый то есть это чистый синий конечно не уложишь вот чтобы помешать равно как-то вот так забивая чтобы белый холст не остался видно вот тут была плоскость не тебя вторая кисточка осталось для желтых там где точно известно что плоскость теплая может даже вот тут какой-то большой участок здесь торчит что-то задача всеми пустями избавиться от березни можешь после желтого взять еще и коричневый видишь тут у нас какой-то такой зеленого зеленого ты на оттенок там у тебя сначала синий появится потом желтый с коричневым и выйдет такой грязный зеленый ну в принципе так и так понятно старайся больше краски вот на что я просто начала средненько и уже как-то не бойся не бойся густоты краски ну в твоем случае густота это нормальное состояние а бывает еще гуще в смысле что вы видите ли что-то лессировочка я же все равно у меня будет потом есть я давай попробуем тряпкой сделать сегодня смотри как тряпочка работает она макается в разбавитель вот здесь в палитре ты набираешь цветик ну да ну розовый больше с такой сиреневостью синим да для вот чего тряпка смотри как хорошо может передать идею того что там большое количество листиков есть сейчас это может быть не так приятно выглядит но когда тут появится активные листья это очень будет в тему в поддержку им сейчас ты вот так тряпочкой ищешь прикосновение ей то есть не просто тупо садишь движение ловишь поймала она и протиражила крово его несколько раз перевернула под одним углом под другим смотришь как похоже оставляли на сначала действительно тебе нужно его уловить а потом как киши пойти дальше ну давай я не буду за тебя много делать сегодня ну теперь продолжаем с небольшой кистью берешь коричневики можешь не в розового добавить и чуть-чуть синенький полик сначала исходя из того что он худой тоненький можно было конечно большой кистью и мазнуть но лучше составить его из большого количества коротеньких маленьких мазочков и чтобы он стал скористым при этом 2 ставим на пересечении например окна какого-то где него просвечивается очень такие места нужно как-то богощет вот у него даже посмотри окошечко и это окошечко рассечено поскольку у тебя кисточка в руке с одним цветиком почти с одним цветиком ты везде его и поперещелкаешь еще бы важно понимать что у тебя вот на одной линии далее допустим на 20 метров от тебя с деревья практически одного цвета 1 тонна как только это все происходит если дальше они у тебя начинают тинить поняла почему почему туманчик ну если переводить это на жаргон художников то таким образом передается воздушная перспектива или туманчик вот внутри есть еще линейная перспектива воздушная ты передаешь воздух картину а линейная это ты линии дороги допустим был бы тут бордюр что происходит да да можно не знать как это называется но это понимать у тебя видишь что вот она линия перспективы смотрится мы воспринимаем как линия перспективы это надо не допускать то есть раз уж ты сформировала тенью и светом линию она должна быть перспективки сейчас самое время об этом подумать сейчас выставляешь передние планы сначала толстенькие к ним чуть-чуть не толстеньких и постепенно в синий уходя идешь дальше кисть держится легко либо вот так выращиваешь либо вот так выращиваешь она практически висит то есть не вот это это может быть для переднего плана для фактуры там нам нужны ровненькие вот такие очленения еще это не вьющиеся деревья это прямолинейные полосы если захочешь вот это сразу настроение кустика рядом это из из домашнего цветка одна вот эти еще часто вот как человек рисует дерево преобладает вот такой угол выхода ветки на самом деле зачастую дерево это вот так почти в бок потом куда-нибудь что она растет или даже вот так от тяжести ведь это просто на его только что обрезали начинает но хотя какие-то деревья конечно и так бывает но в языке живописи дерево это вот такими правилами их немного нужно просто сейчас постараюсь их запомнить и как-то как-то измять неплохо очень неплохо давай деталь не смотримся там все такие не растут из одного места вот тогда даже если бы они были прикрыты кустиками давай мы их сначала так почему мы должны знать где тем у них обязательно должны быть иначе они не приземляются мне кажется что она дальше ну где-то рядом очень правда я взял краску без разбавителя и добавляю ширины я его помимо того что должно стать шире там еще иначе слишком банально этот синий берется от неба дерево принимает на себя рефлекс давай что-нибудь еще нафантазируем вот такую может быть ну чтобы не совсем два столба как какая-то такая интересность не перекроют они перекроются и не станут лучше но сначала они у нас без листиков мы их изображаем так чтобы перекрыть поток и все-таки с учреждения их смотрим они у тебя отдельно мы их не перекрываем пока сначала мы хотим видеть как безлиственное что-то и корявая давай ему тоже синьку очень хорошо когда будет сочетание синих далеко стоящих и не синих коричневых больше они должны где-то рядышком быть тогда к воздуху тоже относится ну вроде бы вроде бы хватит да и дальше уходим я перри беру даже чем больше чем нужно для того чтобы ты увидел так как их изображать помнишь мы там делали все тряпочкой старались не гвозденько и теперь как видишь эти все листички они остались там за деревьями а вот следующий этап тебе предстоит взять кисть побольше вот это тоже не сильно не сних крупный но побольше чем только было до этого набрать в нее густой краски без разбавителя оранжевый вот такой и мазочки укладывать сгустятиной перекрывая столбики перекрывая стволики краска насыщенная светлая не темная видишь как я кистью работаю как будто бы это палочка то есть я не глажу глазочек не гладенький вот такой а именно сдавливающий фактуру листинную где-то будут преобладать красные вот например розовый желтый больше розовенького вот они на фоне светлого неба они конечно темные вот где-то будут преобразовать режим не перенасыщаешь их чуть-чуть поработал в другое местечко ушло поработала ушло и они укладываются вот такими неравномерными пространства то есть где-то их гуще где-то один может быть появится вот так чтобы не в одном месте когда появятся желтые возьмешь бирюзовый подмешаешь туда же подбросаешь чуть-чуть вот таких зелененьких еще стараешься попадать в те места вообще в принципе листьями которые тебе не нравятся вот например то что-то непонятное туда и суйте что-то красивое не трогаешь а вы отличите на свой вкус вот здесь например что-то мне не нравится я туда сначала вести а здесь низ пока не трогаем занимаешься верхом не распыляешь внимание и не спешишь а всматриваешься ладно? ясно ну ясно можно было прицелить да? да ясно давай немножечко разбросаем синего вот здесь прежде чем туда листья выйдут покажем что дорога мокрая а мокрая всегда есть и светленькие и и блики и тени тоже глубокие я взял какую-то кажется здесь у тебя на палитре и ее туда выбросил ну и заодно убрал свои вот эти рельсы рельсы палы-шпады я думаю это клея трасса да окружная смотри вот бугор появился а там все-таки уже хотелось бы чтобы было пространство вознешное вот так ну картинки так если мы просто растянули я думаю ты согласишься да? да а он сам на мастихину работал? похоже что да либо такая кисточка которая имитирует на звук мастихина густую краску укладывает ну ты видишь там фактура явная то есть ее заметно что она густенькая дорожка чуть-чуть подсветит обычная тональность в таких случаях близка к небесной то есть какое небо такая дорога если она мокрая угу плохо что у тебя ультрамаринис палитры пропал да я беру бирюзовую и не попадаю видишь а в растворитель можно всегда макать кисточкой? нет не всегда когда тебе то есть масло оно без растворителя тоже высох конечно вот этот, да? да нет нет на нем написано голубая АХЦ а нам нужен ультрамарин уххххххххххххххххххххххх пропал на цвет вот нашло правду вообще хорошо когда красочки все есть на палитре как только что-то закончилось сразу себе его поддавило и все проблемы вот 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 после этой картины мне кажется тебе будет под силу писать без фотографии не нравится осень это одно дело не нравится ну просто мне кажется то что я принимаю манеру художника этого это не мое немножко хочешь авторская? нет просто пытаясь повторить его мазок и не могу быть свободно когда это делал только ты не повторяй мазок кто тебя заставляет? ну я? а как я увижу чтобы было похоже нет но мы же на нем изучаем основные вот эти моментики да? этапы создания а мазок или манера я что повторяю сейчас его? нет и ты можешь меня не повторять и его давай не повторять никто никого не повторяет я представляю что здесь такое нет как раз так если мы будем соблюдать вот это эти этапы создания то все будет хорошо вот я сейчас балуюсь дорогой абсолютно не глядя в картинку не то что мазок не смотрю а вообще не смотрю туда я возглавляю себе профантазировать так чтобы бугорочек появился какой-то туда или наоборот смотри что можно сделать сюда за ворот да? угу похоже на правду похоже почему нет? вот я тебя к этому и склоняю тут тоже есть желтенький но он настолько блеклый и вдали что становится почти незаметным да кстати я тебе сейчас его еще не давал до этого времени да? сейчас ты им попробуешь свою задачу и дальше пойдешь да может это будет уже это слишком нагружено ну когда так реблишь то нет? нет 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 главное чтоб тебе нравилось вот в данном случае если будет перегружено мы все уберем мы должны понять что тебе нравится мне нравится ну добавить еще конечно зачтение и хорошо будет дерево предлагаю опустить ниже вот сюда и одно и второе и перспектива целая как бы не не принимает такое расположение деревьев и его надо опустить я просто представляю что нас в конце ожидает и не переживай ты пока нет не переживай ты переживай не просто если бы для себя рисовала я бы может и не так не переживала да да с каждой свекланы смотри сейчас ты мастихинчиком опять же держишь его горизонтальненько для того чтобы оставалось а вот так и не делали нет нет так получится что вот вот что получится видишь ну в принципе листочки так я тебе советую коротенький мазочек очень короткий но мазочек и планомерно идешь вниз ты сейчас не не скачешь туда-сюда а оттуда поглядывая в картинку по возможности что-то свое выдумывая тоже по возможности работаешь над дорогой с мастихином мое сохранение ниже уйди парочку листиков вот не смотри как ровненько да все освещены а которые хотят сюда торчать они станут еще светлее вот так разворачиваются не просто летят а полубоком только за счет того что я этот свет концентрирую на определенном участке ну так молодец сегодня завтра море не знаю не это третьего числа так а будьте еще здесь третьего числа я три дня но третьего числа там уже надо надо просто тебе пытаться несколько манер письма испробовать нет нет я с вами пишу море обязательно только вот это вот в другой манере конечно в моей я вообще тебе такое хочу сделать предложение в прямом эфире да сработать без картиночки то есть в следующий раз мы с тобой возьмем картину и будем фантазировать а как тебе такое дело очень даже рискнешь отдаться мне в таком смысле мы прямо на ходу будем выдумывать ошибаться и поправлять поправлять и ошибаться но зато это будет выжимка творчества понимаешь и тут так тебе и станет понятно что тебе нравится что не нравится что в техническом смысле потому что когда копируешь ну конечно как грузины говорят не помнишь ну какая то есть пословица которая вроде бы копируй и все хорошо в конфуции даже что-то по этому поводу но мы по-своему сделаем все равно к вечеру уже память плохая осень вспоминаете да вспоминай да осень что ты разговаривал что вообще хе-хе-хе я красненький сейчас подсовываю тебе все то же самое что я говорил это понравившиеся участки я оставляю нетронутыми а то что мне хорошо то я просто точнее не хорошо то я закрываю вот там с левой стороны вот там с левой стороны это конечно надо разбить в это местечко там уже такая густота вот вот ну ну как красиво такой обреченный голос хе-хе-хе нет просто уставшая да мне кажется что я уже плохо этот человек уже смотрю все время здесь горит как будто светом вот ну там же телевизор хе-хе-хе ну я думаю на сегодня мы можем ее оставить в покое а вот например завтра мы еще на нее посмотрим и может быть что-то даже и скорее всего добавим или уберем ладно? угу ну ладно отчет либо быть бол Ly да но не отчет Продолжение следует...